Ну всё, мои хорошие. Ой, с добрым утром, страна! С добрым утром, зарубежья! Смотрим с мамой новости. Ну всё, я приехала. Здесь ещё была сумка с продуктами, но я уже распределила их. В холодильник. В холодильнике всё забито. Всё, я здесь. Аллу я отпустила. Алла поехала с Машей на дачу. Попытались ещё уговорить маму. Ничего у нас не получилось. Сейчас я на балкон выйду, а то тут наше телевидение сильно кричит. Ну вот я вышла на балкон. Это к тому, что я у мамы внизу Алла поставила машину. Но сейчас уже их нет, они уехали, их место уже заняли. Ну вот Алла, конечно, верещала. Мама, может мы все останемся, может мы все... Нет, все мы не останемся. Так, всё, ребят, я здесь. Вот я смотрю, у нас все гуляют. Все? Вот женщина в возрасте идёт. И что? И всё равно гуляет без маски. Ну вот как так? Ну как так можно себя подвергать? Кстати, сейчас сказали, что если ты гуляешь, то на улице ты не заразишься коронавирусом, если рядом никого-никого нет. Ну, мы с мамой в группе риска. Так что... Ну, кто будет гадости писать про состояние маминой квартиры, я буду блокировать, я вам совершенно точно говорю. Вот поставила ведро, в которое буду сбрасывать мусор, а потом буду выносить. Молоко – это запас. Да, здесь газеты. Здесь вот так. А вот ёлка. Она до сих пор жива. И выпускает веточки. Видите? Вот, смотрите, видите, новые веточки. Ёлочка жива. С Нового года, когда ещё мы её с вами ставили, да? Привет, мои хорошие. Наступило утро следующего дня. А у нас на улице снег. Не знаю, будет видно на камере, не будет. И белые голуби летают. У нас всё хорошо. Мама спит. Я готовлю солянку. Всё у нас просто замечательно. А ещё смотрю Марьи Сергеевны. Сериалы. Тучки, тучки, тучки кругом. Ну, это только над нами. А вот там ясное голубое небо. Ой, ребята, почитала комментарии. Вы знаете, лучше бы не читала. Что там некоторые пишут? Честно скажу, мне становится страшно. Что у них с головой? О, Господи. Самвел был прав. Девяносто процентов ненормальных. Просто неадекватных. Куда ни тень всюду клин. Если вдруг Алла меня уговорит, я поеду на дачу, значит, я предательница. Если я останусь с мамой... Ой, да чтоб ты там... Хорошо половина поудаляла. Ребята, ужас. Ужас. Жить на даче и ездить к маме? Да, это выход. Это выход. И какое решение я приму, я не знаю. Возможно, останусь здесь. Возможно, подумаю. Возможно, поеду на дачу. Но туда-сюда в квартиру свою и к маме я бегать не собираюсь. Зря вы так думаете, что я буду потенциальным заразителем мамы. Нет, не буду. Пока я здесь. Ну, а дальше посмотрим. Ну, комментарии, конечно, просто вынос мозга. Мне кажется, самые психи активизировались. Вот самые психи активизировались. Ой, я бы сказала, даже зашибись. Всех блокировать таких, не дожидаясь перитонита мозга у них. Ой. Это даже не обидно. Это вот просто удивление. Вы знаете, вот хочется развести руками и сказать, что у них с мозгами. Что они там предполагают? Вот куда ни кинь для меня, везде клин. Как бы я ни поступила. Вот как бы я ни поступила. Все плохо. Все плохо. Вот хоть один бы комментарий, который объединил бы во мнении всех. Нет, такого нет. Слава Богу, адекватные люди есть и пишут нормальные комментарии. И дождь, и снег, кстати, непонятно, что по подоконнику стучит. Но обещали, вроде похолодание. Вот, видите, красивое и чистое небо. На облака сильно бегут ветер. И видно, даже самолет летит. Недалеко. Аэропорт Шереметьев. У меня мама, когда гуляет на балконе, всегда смотрит на эти самолеты. Даже провода красивые. От дома к дому. А ничего, в лоб получается, правда? Мне кажется, на канал лучше не заходить и не читать ничего. Не, надо заходить, чтобы дураков блокировать. Таких очень много повылезало. Видимо, все остальные адекватные блогеры тоже их блокируют. И они решили вылезти у меня. Хрен им. Извините за грубое слово. Не, в Москве все нормально. Люди есть на улицах. Ой, извините, я вас чуть не уронила. Люди есть. В масках видела сегодня две женщины. Ну, видела вот, правда, сверху. Но видела. А так никого в масках нет. Пенсионеры ходят, гуляют. Автобусы едят. Но в автобусах народу пока мало. Ладно, моя хорошая, пошла дальше готовить. Ой, извините. Пока мама спит. Ай. Готовлю соляночку. С томатом она не любит. Поэтому просто вот такая тушеная капуста с морковью. С перчиком. С чесночком. Потихонечку тушу. Одной рукой неудобно. Ну, здесь не дома. Вот такая. Ну, ничего, симпатичная. Ладно, буду дальше готовить. Показала вам свою красивую солянку. Раду. Время. 16 часов 30 минут. Мама еще пока спит. Я супчик сварила. Угу, спит. Далеко-далеко там дождь. Абсурд, ребята. Просто абсурд. Я не верю. Дождик перестал. Ладно, пойду маму будить. Встает она поздно. Поэтому обедать мы будем пол пятого. Добрый вечер, мои хорошие. Ребята, мне смешно, что это будет за влог. Просто смешно. Сейчас на часах. 21 час 5 минут. Мама легла спать в одиннадцать. Проснулась в четыре. Пришла, покушала соляночку, которую я приготовила. Минут пятнадцать-двадцать посидела и пошла спать. И вот спит до сих пор. Ой. Я ее пытаюсь будить. Уйди от меня, дай мне спокойно отдохнуть. Я не хочу вставать. А ночью будет ходить туда-сюда. 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 Небо какое красивое. Половина белые облака. Половина темное-темное-синее. Ну и вид довольно-таки красиво отсюда, правда? Далеко его видно. На самого метро. Ну, даже отсюда видно метро, как светится. На улицах народу мало. Так. Единичные посетители магазинов. Завтра пятница. Завтра выходной. Сегодня практически не смотрела никакие сводки, ни с чьих полей. Я имею в виду, что там творится в других странах. Что-то мне больше не хочется. Как-то все очень нерадушно. Мужчина или... Да, молодой человек гуляет с собачкой. А Женька моя уже гуляет на даче. Теперь я так же, как и вы, буду ждать дачные влоги Аллы. Просила у нее поснимать тепличку. Как там моя тепличка от фирмы Бастион? Как она себя чувствует? Моя тепличка. Отдалась имена Борису, Алле. Рассады они будут выращиваться. Я просто рассказываю. Мне там в комментариях пишут. Вот у вас какой-то обреченный голос. Никакой он не обреченный. Нормальный голос. Все хорошо. Все нормально. Просто они там, а я тут. И я скучаю. И очень трудно сидеть без движения. Когда переделаешь все дела. Все приготовишь. И очень трудно сидеть без движения. Походишь из комнаты на кухню. Из кухни в комнату. Мамуся скажет. Ну что ты ходишь туда-сюда? Иди смотри телевизор. Пойдешь смотреть телевизор. Ну невозможно целый день смотреть телевизор. Ох, какое испытание. Очень хочется пойти погулять вечером. Боюсь на себя всего нацеплять. А потом к маме принести. Ой, как хочется погулять. Кто бы знал. Скорая. Я уже все. Вон скорая поехала. Вон машинка. Вон автобусик. А вон электробусик. Ладно, мой хороший. Всем-всем спокойной ночи. Какова жизнь такого влога? Ох, ребята. Смех и грех. Всем пока-пока. А вон там, вдалеке, запускают салют. Может быть, даже сейчас и еще будет. Там, по-моему, группка молодых людей собралась. Ну, пожалуйста. Пусть будет красиво. Сейчас поздно. Сейчас уже двенадцать часов ночи. Наверное, день рождения. Нет, больше не хотят. Не хотят запускать. А жаль. В Москве Четыре часа утра. Почти. Стоят двое у магазина. Поют. Москва никогда не спит. А жаль. Все должны спать, отдыхать. Магазин круглосуточный. Алкаши обнимаются. Видно? Что ж такое-то? Я такая жаркая. Ой. Редкие машины проезжают. Скоро утро уже. Скоро рассвет. Пока все спят. Люди гуляют. Еще люди гуляют. Сейчас хорошо гулять. Никого нет. Мам смотрит телевизор. Кушается. Ляночку. А я вот душу на балконе Ой, прохлад Надо идти спать Добрый день, мои хорошие Вышла на улицу У мамы закончился квас У нас с мамой закончился квас Ой, как же тяжело дышать в маске Это что-то, она даже прилипает к лицу Ребята, чувствую себя Мало того, что я в перчатках еще Но так как я в зоне риска Мама в зоне риска Поэтому я вот так вот нарядилась Квас закончился Ей хочется квасу Поэтому решила выйти Но как же мне стыдно Если бы вы только знали В маске встретила только одного Молодого человека Дворника из Таджикистана Больше никого не вижу в маске Никто не ходит Вот и я Вот мы вдвоем в масках на всю Москву Ой, смех и грех, ребята Ладно, не смейтесь надо мной Иду в магазин Сегодня суббота В Москве пусто Видите, вот только люди с собаками гуляют И те, которые идут за квасом Больше никого нет Вот Вот Хоть погода и хорошая Солнечная Мама сейчас ложится отдыхать А я вот Стопаю в магазин Ну, честно вам скажу По выходным Очень часто Москва вот такая В спальном районе Потому что Многие москвичи Ребят, тяжело дышать в маске Потому что Москвичи долго спят Особенно Те, кто работает Им надо отдохнуть Вот Так что вот так В транспорте тоже народу Очень мало Но я не рискую ездить В транспорте сейчас Потому что я в зоне риска Ну, вот так как-то, ребята Видите Яркое солнышко Погода Только гулять и гулять С детьми Но гулять будут с детьми Потому что еще рано Сейчас пока Девять часов утра Я вам показывала Что мы с мамой В четыре утра Чай пили Вот от этого Не очень хорошо Потому что У меня-то График жизни не нарушен А у мамулики Нарушен И я не могу Ей никак его отрегулировать Она говорит Ну, я ложусь спать А ты иди погуляй Я говорю Мам Ну, гулять-то не очень хорошо Люба, а ты маску надень И перчатки Я говорю Хорошо Вот я надела маску Перчатки Фу, ребят Запыхалась в маске Ой, хорошо, что Навстречу никого нет А то со стыда Сгоришь в этой маске В перчатках Очень неловко Прям стыдно Ей-богу Ну вот А я пошла В магазин Вот так вот Мы с мамой Распределили Обязанности Вчера видела Пятница была Много народу было Около храма В храм я не заходила А вот около храма Было много народу Перекрестилась И пошла Как говорится Дальше в магазин Вот какой красавчик он у нас Так Ну, пошли Для своей памяти Хочу поснимать Как было вот в эти даты У нас в районе У нас в Москве Машины есть Но их мало Ну, мало Потому что Еще рано Песнопение в храме Служба идет Когда все нормализуется Сравним потом Вот в сквере Народ гуляет С собачками В основном Праздно шатающихся Таких, как я Очень мало Вот мужчины В сквере общаются Сбились в кучку Ребята, а уже почки Смотрите, какая красота Ой, красиво Все Пришла весна Красота необыкновенная Почитала комментарии Вы меня очень сильно удивили Очень сильно Некоторые люди там пишут Вот Вы прислушались к злым комментариям Вам надо было уезжать А вы остались Ребята Я все ваши комментарии читаю Все до одного Но решение Позвольте принимать Мне самой Что и когда мне надо И какое решение Мне принять Решаю только я сама Потому что я потом Сама перед собой Несу ответственность Пока не было Аллочкиного влога Столько там гадали Перегадали И она поедет Да куда она денется Даже если я поеду Это будет мое решение Но никак не ваше Мое Поэтому все успокоились Выдохнули И вздохнули Решать Как мне поступать Буду только я сама